За время вынужденных каникул длительностью около года, школьники и студенты немного отвыкли от столь масштабной игры. Но это не значит, что у них иссякли юмор, энергия и оптимизм. Напротив, настрой боевой, причем с каждым разом количество желающих, которые хотят пополнить ряды КВН, растет. Сегодня на сцене 10 команд. Шестиклассница школы номер 12 Катя Арцебасова и команда Адреналин участвуют в игре-фестивале КВН впервые. В КВН их привлекает не только юмор. Борьба и то, что команда соревнуется между собой. Маленькие артисты сразу привлекли внимание зала. Несмотря на юный возраст, ребята заставили взрослых и детей смеяться над забавными миниатюрами и смешными шутками. У каждой команды своя фишка. Дружная команда железнодорожного техникума «Мастер-класс» показала настоящий мастер-класс, рассказывая веселые жизненные истории и случаи, связанные с работниками стальных магистралей. Оригинальное выступление было и у 16-го созвездия из 16-й школы. Они приготовили массу сюрпризов. И вот на сцене звезда российской эстрады Маша Распутина и известная телеведущая Елена Малышева. Пародии – самая удачная часть выступления ребят. А еще – шуточная песня о кузбасских профессиях. Здравствуйте! 2 плюс 2! 5! Нет! 6! Нет! 8! Нет! Берем дурак, зато ищущий! Здравствуйте! Здравствуйте! 2 плюс 2! 3! Нет! 3! Нет! 3! Нет! Берем дурак, зато упорный! Здравствуйте! Здравствуйте! 2 плюс 2! 4, конечно! Вот какая умница! Но не берем, мест нету! В случае наступительного экзамена в ВУЗ – миниатюры сборной команды Краснобродского городского округа Форс-Мажор. Таких миниатюр и искрометных шуток в багаже команды немало. На то на КВН, чтобы превратить серьезное в веселое, по-доброму посмеяться над некоторыми сторонами действительности. На протяжении двух часов 10 КВНовских команд радовали зрителя. Но фестиваль веселых и находчивых – это не только выявление лучших. Важно подарить своим зрителям хорошее настроение. Всю свою сознательную жизнь пишу, занимаюсь, других занимаю, то есть всех включаю в это творчество. Кто-то говорит, что выступаю для себя. Я сначала выступал для себя, а теперь я выступаю для зрителя. То есть если моя шутка была смешной, то у меня внутри так хоп и плюсик. В планах управления по делам молодежи возродить в городе движение КВН. Нынешний фестиваль – хороший старт для последующих игр. Теперь они будут проходить каждый сезон.